мир всем я давно хотел сделать ролик для того чтобы простым доходчивым языком рассказать о том как каким должен быть священник и какие они есть вот большинстве своем так сказать на 90 процентов 95 процентов которые оставили нас оставили христа которые выбрали спокойствие достаток и прочее и вот так сказать желание было давно но сегодня праздник вот пантелеймона великомученика и целителя и я вспомнил еще эпизод думал это связано с его житием когда когда один на святой значит решили его искусить там царь и блудницу ему подложил чтобы он из испачкал свою душу его связали так далее но я нашел сейчас вам все покажу короче вот цепь вот этих событий которых которые я переживаю из-за священников же многих знаю архиереев посредством своих зубных клиник много прошли многие у меня добрые отношения и вну в душе до добрый я сетую о том что люди так сказать могут испачкаться и не успеть покаяться и не наследовать царство небесное и архиереи священники вот эти да и вот так все это вместе я решил сделал вам сейчас небольшую подборочку но интересная думаю и давайте начнем переворачиваю камеру это у меня не переживайте твоя спортивная травма была правое плечо операция на связках это еще у меня феврале я пострадал сейчас вот просто руки дошли сделать операцию сейчас у меня палка падает переворачиваю так и вот этот и эта история которую я думал что это пантелеймон но это другой святой вот будете знать я вам сейчас познакомлю с ним почему я рассказываю об этом святом потому что это очень важно не обосрамиться перед богом перед собой перед своей душой перед вечностью перед паствой понимаете вот вот до чего может быть в том что священники говорят да ладно нормально ничего оба обойдется успею покаяться там и прочее всякую такую говорят глупость а вот случае сейчас быстренько вам расскажу у меня просто стоит вас всю жизнь у меня не помню это лет двадцать назад ведь это услышал но вот так 13 июня день памяти священномученика блаженного святого по имени философ в чем же святой подвиг этого блаженного страдальца давайте мы вспомним немного его короткой жизни так как погиб он за веру христианскую довольно в юном возрасте третьем веке в египте один языческий судья тут маленькая статейка осуждавший христиан на пытки смерть заявил что многие мученики с радостью идут на смерть ожидая встречи со спасителем и не бояться потерпеть за это лютые страдания тогда этот коварный судья палач решил прибегнуть самым подлым способом по выражению святителя дмитрия ростовского он пожелал чтобы душах христианина погибла прежде умерла прежде его тело схватив молодого исповедника истинной верой гонители оставили связанного юношу наедине с красивой блудницей благоухающим саду она бросилась святому нашею бесстыдными словами поцелуями старалась разжечь в нем похоть по блаженному внушению мученик закрыл глаза и чтобы не поддаться страсти откусил себе язык страшной болью из и избежал от греха и выплюнул окровавленную изгусток плоти прямо в лицо бесстыдной женщине она в ужасе бежал из сада так святой юноша одержал первую победу над над грехом и затем не убоявшись меча и вторую вот так что вот материал вы запомните до конца своих дней что все возможно ведь он был молодым красивым так сказать мы врач я врач искать иры была эрекция так сказать он не хотел вот этого понимаете грязи и тут это и так далее далее идем все в этом доступе вот я написал что подписывают священники при присяге на верность патриарху никаких тайна никаких ничего нет все очень просто вот прям первое можно можно нажать первую первую ссылку и тут все есть в москве от кандидатов в священство требует полной верности лично патриарху кириллу до самой смерти в рпц заводят но но новые правила нужно давно это принципе было для рукоположения в сан дьякона или священника текст священнической присяги при рукоположении в одьякона или иерея придуманный в одиннадцатом году был опубликован на сайте патриархии принципе он не содержит ничего особенного кроме того но еще кроме этого значит есть прямое письменное обращение святейшего патриарху кирилл так так называемому и здесь написано я вам сейчас давайте покажу я вот сюда добавил на страничку чтобы вам чтобы вы сами могли увидеть как я сказал все в этом доступе шапка понятно и дальше писано ваше святейше святейший владыка связи с подачей мною прошение на ваше имя а а рукоположение в сан тут написано дьякона или священника я был приглашен такого-то числа на заседание совета центрального викариатства города москвы где мне был задан ряд вопросов и на некоторые из них было предложено ответить не только устно но и письменно раньше за то с лукавым да были подписи крови но прежде чем ответить на эти вопросы хочу верить ваше святейшество случае принятия мною сана священника или дьякона я до конца своих дней сохраню верность вам и возглавляемой вами матери церкви свое служение безусть проходил руководствуясь всегда быть и далее далее следует изложить свое отношение к первое современным расколом с раскрытием их сути то есть как вами понимается раскол что по вашему мнению является его причиной современным религиозным течением или ересям в чем отличие от раскола и ваши отношения к ним каким образом вы предполагаете против противостоять им третье к экуменическим контакт контактам что вы видите в них положительного и что по вашему мнению в них недопустимо политическим партям и и движением где вы видите свои социально полезные помимо готовы ли вы понести возложено вас послушание и так далее вот значит вот документ мы с вами познакомились с этим документом это специально понятно делается для того чтобы прощупать человека что тут вот как раз и написано в статье новая это новая практика рассмотрение кандидата на принятие духовного сана как можно предположить связано попытка отсеять неблагонадежных кандидатов в связи с возросшим среди духовенства рпц плюроризма мнений по важным для патриарха кирилла вопросом в частности на странице консервативной православной прессы патриарха кирилла и его окружение регулярно по критике за экуменизм модернизм филокатоличество ускоренные реформы и так далее теперь священником русской православной церкви может стать только лично преданной патриарху до самой смерти так дальше то есть вот пожалуйста я вас учу что работайте с интернетом работайте с этим огромным массивом данных вот так написать и все здесь есть прям первая картинка это и документ очень полезные бывают здесь скриншоты потому что интернет помнит все как говорят умные грамотные люди вот и высказывания вот допустим тоже здесь документ принципе он наверное для служебного пользования но он здесь представлен где сейчас вот где гундяев михалыч просит просит охранять его эти переделки на написано или алексей но не суть тут разговоры машинах священников водят человек от бога патриарх сказал ну в принципе чуть о нем говорить это вот тоже высказывание не высказывания мне некоторые епископы и священники священники не недовольны и просят значит свое мнение высказывают о том что этой кубинской встречей и много верующих священников это очень важно для нас для понимания вот я нашел просто вот так сказать это обычный священник просто у него канал и он попала попался мне в рассылке в смысле в запросе вот я написал проповедь приходского священника и вы выскочил вот этот человек я не знаю как его зовут но это не важно смысл в том что человек стоит ну как я уже как вторая сторона медали показываю да человек стоит с наперстным крестом перед скорее всего перед по при прихожанами если он находится в атрибутике храма значит он все по это подписал значит он был попоминает значит при причащает он ядом по словам святых мы сейчас в этой части след следующей части мы подойдем к высказываниям святых по 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 этому поводу как относиться к ереси экуменизма как относиться к вот к этим всем модернистским вещам которыми обязаны выполнять которые обязаны выполнять священники на то то что мы сами начали говорить с первой части с этой подписи которую они не афишируют что они лично обязаны личная преданность все что он не делает мы по поддерживаем мы согласны мы расписались но только чернилами пока не кровью так что вот вот эти девяносто пять процентов в захваченных еретиками получается наших храмах вот эти священники стоят так называемые как они говорят мы служим хотя это далеко уже не служба это работа и от этого грустно вот я просто включу вам все так но не совсем он богословствовал о нашем спасении о нашем преображении о нашем возвращении в то состояние в котором нас господь сотворил о спасении и вот это спасение выражается в том что человек созерцает нетварный фаворский свет она в этом выражается и она через это достигается достигается наше обожение обожение человеческого естества то есть цель нашей жизни это по григорию паламе созерцание фаворского света кому-то может показаться это слишком высоко но мы должны думать о покаянии не о фаворском свете об этом думать вообще грешно это придет в прелесть но по сути батюшка серафим царовский говорил то же самое только другими словами он говорил цель жизни христианской стяжание духа святаго а вот дух святой именно так в виде фаворского света в виде облака светлого и лица я ничего не добавляю видите не потру него не смеюсь я просто вот наугад включил включил помыслов о греховных движений вот наугад включаю вам любой на ту ступень привести его в такое состояние в которой его привел бы строгий пост поэтому даже если человек болеет и не может совершать физический пост то он может предаться ночной молитве где не по григорию паламе пояса вот видите как все вот в этом это и страшно дорогие мои давайте даже переверну картинку что вы видели на ее лицо вот вот собственно мотив мотив моего вот этого ролика чтобы вы понимали что насколько все лукаво на насколько все извращено и вот если не знать того что есть чем я вас познакомил то очень легко запутаться потому что и от священников не пахнет дурно они помыты у них вот облачение так сказать разные да по по цвету даже мы видим благолепие икон паникодила свет и все все замечательно все правильно понимаете как они говорят на русском языке у них русские имена они привычные нам так но они не наши и вот я вот это священник дай бог ему здоровья наверно допустим чтобы он пришел в разум как и другие наши священники я многих как я уже сказал знаю и вот но переживаю я только вот о двух я даже не побоюсь вам скажу сейчас уже на на олег взрослеп сажена на по протеерей олег из нашего храма фамилия из храма покров престой богородицы где-то мой приходской храм вот и это из москвы фамилию это забыл неважно да и вот из курска тоже мою мой друг про три евгений бычков вот два человека которые тоже вот как этот два человека которые за я переживаю потому что они близки моему сердцу этот олег он был сначала дьяконом я когда пришел в храм я воцерковлялся значит отец василий ермаков мой духовный отец меня не воцерковлял я просто жил у него как как сын с матушка людмилой дома у них жил когда приезжал питер вот а вот заказа сказал там иди сам у меня никогда не исповедовал не не причащал на просто я вот жил у него он дал мне читать письма которые ему присылали спрашивал как бы ты поступил такие были всякие таскать вот я понимаю натаскивание вот как гончего натаскивают на запах зайца ну так грубо да просто разговоры начали вот вот так вот такие мне были отношения вот но вот эти вот этот отец а значит олег вам сначала дьяконом был потом стал иереем это уже когда я ходил вот по круг престой богородицы это храм домовой храм князи пожарских там я много лет но я жил на полярный рядом ходил вот и он певал мою маму добрые отношения были в смысле они есть они живы всегда этот отец олег вот я добраю я переживаю искренне и вот этот протеерей евгений бочков тоже я переживаю ях и я душа христианка понимаете я желаю добра они боятся они боятся что не что они что делать неправильно да вот может быть эти вот рапорта их смущают вот и они боятся каких-то преследований так еще они боятся значит голода холода что не будет денежек платить за коммуналку но какие-то у них там у кого-то дети безусловно это белые священники напомню вот и вы должны понимать а что вы можете сказать вот этим священникам до которых вы любите вашим приходским священником не бойтесь посмотрите вот все эти священники которые вот евгений лопатин знает допустим да николаки мастер лицким и мой друг он тоже знает многих священников верующих они не бедствуют вот тот же отец андрей соковых мой таскает то товарищи окормляюсь у него уже много лет по 10 лет где-то до 8 вот они не бедствуют довольно много общинок это самое таких вот таких как я у каждого из них они кормляют и и все хорошо и для мирянина и для священника потому что все на своих местах двигаемся дальше переворачиваю так здесь мы разобрались с вами типичный пример и вот мне очень понравилось значит называется вера православная сейчас я покажу вам вот так называется вера православная подписчиков тут с гулькин нос но это неважно вот и вот у нее где даже девушка не знаю как зовут ее вот у нее значит сколько шесть минут ролик вы можете на паузу потом ставить и прочитывать куда укажешь нам дорогу моя любимая отчизна не уж то станем ближе к богу вкушая яд экуменизма куда стремишься год от года всю паству усыпляя словом не страшно быть врагом народа но страшно быть врагом христовым приняв еретиков идеи смогу ли душу здесь спасать я когда друзья вам иудеи покуда мусульмане братья пусть не молчат при диктатуре кто одержимы божьим страхом ведь нет спасения в волчьей шкуре меж иисусом и аллахом прислушайтесь пока не поздно что говорили нам святые еще над нами светят звезды но видно тучи грозовые погубит ереси дорога коль в рясах дорога карьера не предавать молчанием бога поможет истинная вера хорошее нарезка вы можете так на паузу поставить и вот это вы и почитаете чтобы вы знали правило 45 10 правил вот чтобы вас не смущало и вспоминайте про этого святого философа который не позволила сквернить себе казалось бы он был привязан ну а там еще не читал когда вот это лет двадцать назад его житие он его разделить до нога и привязали руки-ноги понимаете другое обосвещение казал мне привязали руки-ноги вот конечно у меня была эрекция конечно был там половой акт но и но я ничего не мог сделать была девица был райский сад там может быть еще фрукты овощи у меня ногу угостили я невиновен понимаешь он сказал я невиновен так получилось но у верующих по-другому происходит епископ или пресвитер или диакон с ретиками молившийся токмо да будет отлучим аще кто позволит им действовать что-либо яко служителем церкви да будет извержен все очень просто оградят себя от общения с глаголовым епископом прежде соборного рассмотрения не токмо не подлежат положенные правилами и пяти но и достойной чести подобающей православным ибо они осудили не епископа а лжей епископов и лжи учителей и не расколом пресекли единство церкви но подчищались охраните церковь от расколов и разделений смотрите как шикарно сказано все просто 15 правило католики не суть христиане пишет преподобный поисий величковский католичество впало в бездну ереси и заблуждений лежит в них без всякой надежды восстания и и и и и и и и Вот тоже, понимаете, очень мало простых мирян думающих У меня тоже в храме Святой Троицы, деревне Альявидово, Дмитровский район Где я вложил 11 лет своей жизни в этот храм И когда пришел, у нас умер настоятель наш, мой друг, Архимандрит Борис Петрухин И пришел новый, значит, там, протерей Аркадий Кузнецов Обычный экуменист, который тоже подписал все эти, видать, циркуляры И я был против всего того, что происходит Против этой Гаваны, против окатоличения церкви Я единственный, и когда вот он сказал, больше не приходи Ни один из 50 человек не высказал Ни при том, ни после даже Понимаете, насколько люди глупые, невоспитанные, невоцерковленные Православные это прихожане Это прихожане, которые постятся, молятся Которые исповедуются, соборуются, венчаются Это не люди с остановки Или из метро, там, случайно Нет, это люди, которые считают себя верующими, православными христианами Ни один человек из 50-ми даже не позвонил Не сказал, вот, там, Евгений Борисович, там, туда-сюда Я с тобой, только ты не говори, что я тебе звонил Хотя бы так, ни одного человека не было И не только это со мной, потому что я тоже общался с разными людьми Такими же простыми, как и я Это повсеместно И здесь написано Святиль Иосиф Володский Если же окажется еретиком То постараемся не принимать от него ни учения, ни причастия И не только не будем причаться у него Но и всеми силами обличать Чтобы не оказаться причастными к его гибели Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Вот мне нравится высказывание преподобного Федора Студита Общение с еретиками В их причащении есть не общий хлеб, божественное таинство Но яд, повреждающий не тело, но очерняющий, мрачающий душу Лучше не скажешь Я добавил здесь, видите И по поводу епископа тоже Они говорят, у вас нет епископа Вот эти священники, которые я показал вам Одного из них Их 14 тысяч у нас Да, наверное нет епископа Но во-первых, Бог ведает А во-вторых, ну и что, что нет епископа Если вашу жену будут насиловать при вас А вы можете заступиться Неужели вы будете стоять? Или ребенка вашего начнут, так сказать, насиловать А вы будете не связаны И просто стать рядом Неужели вы будете стоять просто так? Нет Неужели вы не будете думать, а что случится с вами? Нет Вы не будете думать Если вы приличный человек, нормально То же самое с матерью церкови Это не важно Есть там патриарх верующие Вот Иринея мы с вами похоронили, так сказать, недавно Есть ли патриарх или нету патриарх Есть ли епископ верующий? Нет Да неважно Такая ситуация, что нужно защищать семью И вы будете это делать Не думая Если вы, конечно, живой человек Так и вот вопрос с епископством, кстати говоря И вот да Всякая власть от Бога Вас опять обманули, дорогие мои Нет власти, как не от Бога Вот как было в первоначальном, так сказать, источнике Опять вас обманули Эти иорданские казаки Вот, пожалуйста, говорит святитель Феофан Затворник Всякое послушание и покорность властям, которые правят не по Богу Подчеркиваю Не по Богу Есть подготовка нашей души к приходу Антихриста И не противление ему Вольное или невольное Это ложное и небоугодное послушание и покорность, которые приведут вас в погибель Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Когда необходимо защищать веру И ты этого не делаешь, твоя душа погибает А если погибнет, защищая веру, попадаешь в Царство Небесное Если духовник учит ереси, беги от него, как от огня Лучше быть сто крат блудником, чем еретиком Преподобный говорил Ордебадзе Субтитры создавал DimaTorzok По поводу церкви Еще раз, я вот просто прочитал известную цитату из Евангелия от Матфея Я создам церковь мою, врата давания не одолеют ее Дорогие мои, речь идет не про захваченные еретиками и экуменистами наши храмы Кирпичные или деревянные, или пещерные Нет, речь идет не о них А речь идет о верующих православных христианах и священниках Которые живут по заповедям Христовым Веруют во Святую Троицу И не изменяют, не предают, не оскверняют Какими-то экуменическими и прочими еретическими деяниями ее Вот это и есть церковь, которую врата давания дали Запомните это, дорогие мои Не дайте себя обмануть опять Вот, замечательный ролик Спасибо этой девушке или женщине Я знаю, что она только женского пола Не знаю ее имени И не знаю ее Вот, но это не важно Бог ведает Поэтому, вот я вам рассказал, показал Пусть это просто, пусть это на коленке Три-четыре минуты мы с вами Но это искренне Это от сердца Это как для себя Как бы я хотел Если бы я был на месте Ну, вашем Или, допустим, вы человек грамотный Продвинутый, как говорят, оцерковленный Ну, человек, который меньше знает, чем вы Я бы на его месте был бы с удовольствием Вот, если бы мне дали этот материал Чтобы один раз увидеть, услышать И простым доступным языком все это Мне было объяснено Но за всем будем жить Важно ведь не оставлять любовь В своем сердце Важно не скотиниться Важно не очерстветь Важно оставаться так же Какими учили нас быть Наши Ну, кому как повезло, да Ну, вот мне повезло действительно Господь меня свел с Протверяем Василием Ермаковым Я много лет окормлялся у него И даже нес его Гроб На вот левом плече У меня был Правая рука у него Так получилось, что я Был на отпевании И был потом на крыльце Вот Там мой друг Паша Он сейчас в Кронштадте живет Савенков Он Было много народу В храме преподобного Серафима Саровского На Серафимовском кладбище В Петербурге И Он меня толкнул Женя Давай Ну, проститься с отцом Вот И потом я Получилось, что я Один остался У прохода Который вот И ведет На выход Из храма Ну Я пошел на кольцо А Пошел на кольцо И стою А там тоже Тысяч десять было Народу Вот Полностью забитый Площадь И дорожки Много Очень любят его Не только Конечно В Питере Во всем мире Вот И Когда Священники вышли И А гроб Гроб был тяжелый Судя по всему Потому что Был тяжело нести И они кряхтили И Большой прогал Получился Не знаю Полметра прогал Вот именно Как раз С моей стороны Вот И я Не Думая Стал И Вот И пошел И пошел Месть с ними Вот К чему я это рассказал К тому что Господь Дорогие мои Использует Он Сердцевидец Он понимает Что На что Вы способны Что От вас Можно Так сказать Ожидать Какой Плод Мы Ну Конечно У нас есть Выбор Какой Плод Мы можем Принести Не только Покаяния Но и Добрых дел Делал Не только Милосердия Но и Просветительских Каких-то Трудов Или Защита Отечества Защита Семьи Защита Деревни Своей Подъезда Своего Квартиры Своей От врагов И Отечества И врагов Церкви Церкви Это Сейчас Избито Слово Врагов Христа Если угодно Да Поэтому Давайте Не посрамимся Давайте Попробуем Попробуем Ведь Он нам Не даст Груз Больше Чем Мы Понесем Мы Это Знаем Поэтому Не будем Бояться Не будем Сомневаться Будем Уповать На него Господь Управит Ваш Евгений Лопать Пересылайте Этот ролик Тем Которые Сомневаются Которые Теплохладные Наверное Мы Этим Роликом Им Поможем Роликом Роликом Продолжение следует...